В этом видео мы вам расскажем, как посол индонезийский нас в Варне лапшой угощал. Пора поговорить о лапше. Блюда из этих узких полосок теста, изготовленных из пшеничной или рисовой муки, замешанной на воде, пользуются популярностью во многих национальных кухнях мира. Возраст самого древнего известного нам горшочка с лапшой, найденного археологами в Китае, насчитывает более 4 тысяч лет. Первые письменные упоминания о лапше встречаются тоже в китайских источниках. Кстати, в Китае лапша символизирует долголетие. Ой, что-то меня опять в историю понесло. Вернемся к нашей теме. Мы же с вами на кулинарном фестивале «Стритфуд» кино «Эхрана», который ежегодно проходит в Варне. И сегодня нас ждет очень необычное зрелище. Варна – это Болгария, но благодаря этому фестивалю мы можем совершать кулинарные туры по всему миру. Сегодня знакомимся с национальной кухней Индонезии. И особый случай. Ведь готовить для нас будет сама госпожа посол Индонезии в Республике Болгария. Ну, тарелочки, как видим, нам уже приготовили. А пока приготовляется само блюдо, я немного познакомлю вас с индонезийской кухней. В Индонезийской кухне лапша занимает второе по популярности место после риса. И пришла она сюда, как считается, из Китая. Поэтому и здесь лапша связана с благосостоянием и долголетием. Она является символом семейного достатка и благополучия. Конечно, в Индонезии едят не только рис и лапшуй. Вообще, индонезийская кухня отмечается большим разнообразием. Для большинства регионов страны характерно значительное преобладание продуктов растительного происхождения над животными продуктами. Из растительных продуктов, кроме риса, активно используются соя, кукуруза, кассава, сага, ботан и, конечно же, большое количество различных видов овощей и фруктов. Из животных продуктов наиболее популярны кулятина, рыба и различные морепродукты. А вот мясо идет уже после гибы. Большую роль играют различные специи и, прежде всего, острый перец. Итак, госпожа Сри Астари Раджид начинает готовить. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Итак, можно угощаться. Но мы решили, что вначале познакомимся с госпожой послом. Ну а теперь поближе к столу. Попробуем, познакомимся, обсудим. Обязательно добавляю хлеб. Хлеб, мы тоже иногда добавляем хлеб. Не вода не взяла. Вот 4 мяса, 2 мяса и 3 трапки. А в России, когда мы подошли в хлеб, они получились, были медленные. Ой, спасибо вам. На сегодня все. О других моих кулинарных путешествиях вы можете смотреть видео на канале, ну а также я готовлю новые рассказы. И вот хотелось бы знать, с какими национальными кухнями мира вы хотели бы познакомиться. Пишите в комментариях.